что я хотел сказать первым делом то что здесь стоит это что сейчас происходит это не совсем шаббат да это шаббат ледугма это ну сейчас привет от меня передать пожалуйста спасибо да значит сейчас не время шаббата поэтому я могу пользоваться микрофоном поэтому я могу зажигать и так далее да и еще одна деталь здесь не не то что предполагается как кошерное вино или кошерный виноградный сок вот это просто ну символически понятно это символический поэтому поскольку сейчас не шаббат то я могу пользоваться и тем что очень даже символически ну и вот эти вот вещи которые в шаббат не проходят сейчас можно вот и так то что здесь находится я перечислю это свечи и ну в варианте огонь это сифарский это ашкенадский вариант но есть сифарский вариант когда используются не свечи а масляные лампады и в оригинале это оливковое масло не обязательно первого отжима вот оно может быть любое техническое там для жарки такое сякое рафинированное сколько угодно но по идее оно должно быть оливковым в оригинале было оливковое масло потом уже стали использовать восковые свечи и так далее вот до нас в ашкенадской традиции дошел вариант со свечами а в сифарской оливковое масло и там фитили теперь значит зажигают как правило женщины только когда в доме нет женщины тогда зажигает мужчина мальчик почему есть два варианта один вариант за который меня бы сейчас феминистки немножечко расстреляли вот потому что в таре говорится что хава послушала первая женщина на земле ну понятно мы не воспринимаем это дело буквально вот мы воспринимаем это как аллегорически в большой степени потому что одна женщина один мужчина понятно человечество вот прото человечество женщина послушала змея и таким образом она привела в этот мир смерть потому что бог сказал вот от всего можете кушать а вот от этого дерева нет она сказала так хочется так хочется что аж можно она у нее оказалось центре она такой вкусная плоды все значит змеи и под начал теперь вот про этого змея есть описание в талмуде и это описание в талмуде долгое время считалось нашими еврейскими сказками пока дотошные археологи не раскопали значит вот что змея этот по описанию в вавилонском талмуде передвигался на двух ногах опирался на хвост у него была большая голова передние ручки такие лапки умелые и рост он был в холке примерно полтора метра теперь значит написано в таре что он был самым хитрым из всех зверей то есть с одной стороны он был животным но с другой стороны он был очень хитрым он оказался хитрее человека так вот что интересно нашли археологи нашли такого динозавра который полностью подпадает под эти определения более того по форме черепа оказалось что та часть которая отвечает за обучение очень большая ну например морские крокодилы от предки динозавров у них та часть которая отвечает за обучение больше чем у собаки то есть это интересно так вот змей под начал хаву его хава адама в свою очередь такое домино спрашивается а что же над чем она его так убедила он же и сказал это нельзя этому вот талмуде говорится чем она его убедила она ходила и орала в нем в уши мерзким голосом так что ему уже было все равно что съесть этого змея ее себя яблоко его чтобы только за заткнулась значит это одна версия поскольку она потушила свет мира немножечко то вот женщины зажигают вторая версия более человеколюбивая это история старой сара первая еврейка на земле ну тут уже никто не спорит вот первая еврейка на земле и она зажигала две свечи ну два светильника один за авраама за своего мужа а другой за себя кстати сказать они были сводные брат и сестра папа общий мамы разные но тогда разрешалось теперь как они выглядели мы сейчас говорим авраам сара как они есть талмуде описание что интересно что она совпала с данными археологов значит как вы думаете вот но вскидку как выглядела сара есть идеи внешне молодая красивая но когда все когда-то молодые красиво с годами только хорошие вот а а в деталях в молодости 25 лет чтобы было легче считать я ну красиво это общее определение этого это восприятие детали внешности черника значит так она высокого роста белокурая голубоглазая рыжая с тонкими длинными пальцами руки ног тонкие черты лица то есть кукла барби отдыхает это карикатура на нее авраам голубоглазый рыжий белокожий высокий на нее похоже ну понятно значит теперь это доверие надо поддерживать оправдывать так вот если мы ну считаем себя происходящими от обезьян ну варианте дарвин то учетом доверяда а вот есть от бога то каждый из нас это сын бога и дочь бога то есть обращение к уважаемому человеку 2000 лет назад звучало как сын божий ну кто-то из этого сделал общие выводы и будем пальцами показывать это их дело и так значит после того как зажгли шабатни и свечи говорят говорят кедуш я сейчас не буду говорить кедуш кедуш это освещение значит от слова лекад лекадыш это по первому значению отрубать по второму отсекать совершенно это вообще-то был военный термин у нас много таких говорят что евреи мирный народ пусть говорят как переводится грех промах при стрельбе head как производит как переводится достойный вооруженный вооруженный хаяль солдат хайль достоинство так вот это вот я сейчас не буду показывать зиговать потому что меня неправильно поймут но это было видом приветствия между прочим у нас он так слезнул немножечко так вот лекадыш отсекать отру отрубать отсекать совершенно отделять вообще отделять для и отделять для бога и так у нас осталось два вида отделения одно отделение отделяем для бога освещаем а другое подкупой что говорят когда жених невесте кольцо надел меку дэшит меку дэшит меку дэшит посвящена 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 или освещена то есть от всех мужчин отделена а только для него между прочим мужчина так не мужчине не говорят он не отделен от всех остальных женщин а женщина отделена вот такой у нас сексизм и дефамация и так когда мы делаем кедуш то мы отделяем субботнее время которое начинается от не субботнего которое заканчивается и это посвящение богу значит я не буду говорить текст потому что не положено говорить если не по делу ну поменяю немножко тот день который будет шаббатом я специально поменял слова специально поменял слова чтобы не было так как кедуш но на любой напиток говорят говорят благословение брухата 1 луи на малом шакон не бит вару почему выбирают вино как правило вино и виноградный сок или например кошерный бренди коньякта почему значит есть два обоснования первое но когда вышел он посадил виноградник но тогда же было сказано обратите внимание было сказано что зло сердце человека от юности его и не будет срок жизни человека больше 120 лет пусть не бьется дух мой в человеке вечно то есть срок жизни сократился и но посадил виноградник никому в голову не приходило связывать эти вещи но нашелся дотошный еврейский ученый который конечно еврей ученый но конечно все-таки еврей и он эти вещи сопоставил он стал изучать влияние веществ которые находятся в винограде на срок жизни человека и открыл новое вещество которое называется рейсвератрол и она сейчас производится есть концентрированный рейсвератрол форте когда сделали опыт и провели на мышках то оказалось что они живут на 30 процентов дольше на треть дольше обычного только за счет рейсвератрола который содержится в кожице и косточках черного винограда вот как оно все работает теперь с тех пор значит но у длинная история я сейчас забегаю там пробегают целые периоды короче у нас первый храм 2 храм нет у нас храм все перессорились мы храма нет так вот единственная вещь которую можно жертвовать с тех пор как храма нет и это не куры над головой то что делают ультра ортодокс или петуха или деньги нет единственная вещь которую можно жертвовать это вино или продукты виноделия это как жертвы русы в иерусалимском храме полностью вот подпадает теперь ну есть кому нельзя пить тусок значит после того как сделали кедуш делают омовение рук омовение рук называется не тела отъедаем но переводится не омовение рук а подымание рук то есть имеется ввиду не исключительно гигиеническая процедура а мы сейчас об этом поговорим а подымание рук как это делали священники в иерусалимском храме то есть тех пор еврейский стол неважно шаббат не шаббат он уподоблен жертвеннику иерусалимского храма вот так а то что за ним происходит как бы она буднично не выглядело но все равно относится туда это одна часть вторая часть значит все что здесь стоит мы сейчас зайдем до халы все что здесь стоит это одновременно комплимент и одновременно обвинение и одновременно предупреждение почему сказано что евреи уподоблены например соли вот здесь есть соль я в нее буду обмакивать халл уподоблены соли почему без соли нельзя человек там через две недели абсолютно без солевой диеты просто умрет у него сердце остановится проверенная вещь то есть если слишком много соли тоже умрет все что между или вредно или невкусно и только должно быть всего в меру так вот еврей должен быть в меру поэтому я скоро закончу вот уподоблены огню или маслу или там почему потому что огонь не может без фитиля фитиль не может без без вот этого но когда мы начинаем свои обычные наши родные национальные козьи потягушки такой у нас спорт то что один говорит не самое главное это огонь другой говорит где был бы твой огонь не было бы моего фитиля ну и так далее то есть откуда бы еврей не приехал в израиль спроси откуда приезжают в израиль настоящие евреи и мы узнаем откуда он приехал если он приехал из москвы значит все настоящие из москвы если из марокко значит марокко а предки никогда не оставляли израиль но он похож на арабов больше чем арабы на себя на всякий случай то есть все что здесь есть это предупреждение и это обвинение и это комплимент да вот у нас есть все хорошо но если что-то не так то она или запачкает или или подожжет устроит пожар или или еще что-нибудь то же самое с вином выпил немножко молодец хорошо выпил еще немножко удовольствие не почувствовал стоп пошел дальше вспомнил как было хорошо когда не не сделал стоп понятно теперь значит здесь есть еще халы две халы в память о том что когда евреи вышли с египта то бог давал халы выпадал ман выпадал ман и этот ман евреи собирали а в субботу нельзя было собирать поэтому в пятницу выпадала двойная порция и она была покрыта такой плотной росой непонятно чуть такое но в общем она не пачкалась ее собирали такие шарики полупрозрачные и собирали и из нее в сыром виде и пекли за и все же угодно жарили парились вот так вот когда думали опять же это еврейские сказки так вот до сих пор в районе красного моря со стороны синая бедуины собирают каждое утро полупрозрачные шарики это грибы которые растут на поверхности песка вот ну когда влажно ночью и называют это как ман и кстати делают эти свои жилища точно как сука вот которая здесь стоит носу год и так после того как мы вымыли руки подняли хочется вспомнить какую-нибудь гадость правда гадость заключается вот в чем значит когда кроме мы сказали кроме ритуального действия есть еще гигиеническое так вот евреев в средневековой европе в частности в испании отличали потому что они моют руки перед едой они это мы моем руки перед едой моют руки перед еврей а теперь представьте сколько евреев были вынуждены вынуждены там креститься под угрозой под тем под тем а потом инквизиция святая инквизиция испанская выдала 14 пунктов которые распространили по всей испании как определить скрытого еврея ну например там дым не идет в субботу трубой не вьется а они готовят соблюдать шаббат иди сюда стой так пойдешь сам дымом не дожидаясь освенцима а еще моют руки перед едой моют руки перед едой гад скрытый еврей еретик вот так отличали потому что не было принято нам сейчас кажется этот обычным тривиальным и так вот мы вымыли руки сказали слова замечательно там благословили как благословили после того как вымыли руки баруха та ашебал кейну мелагалам но целых аминарец извлекающий хлеб из земли так вот когда открываем хлеб то вино стоит закрытое а когда открываем вино хлеб закрыты почему потому что хлеб символ выживания а вино процветания и нам надо с этим делом как-то договориться вот если мы зациклимся на процветании можем потерять выживание ничего не будет остановимся на выживании станет скучно жить процветания не будет и так значит делаем два надреза отмечаем говорим вот эту браху я специально поменял сейчас порядок действий чтобы не было как в шаббат да вот так сделали сказали браху амуциллах иминарец после этого отрезаем кусочек и вот этот маленький кусочек не столько отрезаем сколько этим тупым ножом отщипываем вот этот маленький кусочек и называется хала от слова лехолек отделять его нельзя кушать в обычном состоянии его нельзя кушать его птичкам отдают с вашего позволения отдал птичкам другой кусочек берут ну после того как вы мыли руки разговаривать нельзя но это каббалат шаббат ледугма не 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 совсем каббалат шаббат поэтому я обмакиваю в соль и помню о том что мир надо соблюдать не только мне желаю вам приятного аппетита и наступающий шаббат солом